Здравствуйте! Информационный час на телеканале эфир продолжает хроника происшествий в студии Ольга Лаврова. Шокирующий случай произошел накануне в Приволжском районе. По данным следствия, 74-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней школьницы. По словам следователей, нетрезвая шестиклассница после дня рождения своего друга возвращалась домой. На полпути ей встретился престарелый охранник гаражного кооператива. Пенсионер завел девочку к себе и где все произошло. В какой-то момент ребенок потерял сознание. Когда она пришла в себя, он вывел ее в сохраняемую территорию. После этого девочка сообщила о случившемся своей матери, а та в следующее обратилась в полицию. В результате ярославца был задержан. Свою вину мужчина полностью признал. В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении невызборной меры пресечения в виде домашнего ареста. Автомобиль АК загорелся сегодня днем во дворе на проспекте Ямашево. Местные жители в последний момент успели вытащить из горящей машины нетрезвого водителя. Пожар зафиксировала камера наружного наблюдения, установленная на соседнем доме. Мужчине сильно повезло. Он лишь немного надышался угарным газом, но не получил никаких ожогов. Водитель сразу заявил, что не помнит, из-за чего мог загореться его автомобиль. По словам соседей, на этой малолитражке ее владелец ездил очень редко. В основном она стояла у подъезда, а сам мужчина там частенько выпивал. По видеозаписи видно, что в этот вечер он также находился в салоне и курил, не выходя на улицу. На то, чтобы пламя охватило весь кузов, понадобились считанные минуты. Полчаса только пошел в корзинку за продуктами. Прихожу, иду оттуда, уже дымища какая-то. Смотрю, думаю, не дай бог опять что-нибудь. И точно. Из-за большой температуры пострадали два автомобиля, припаркованные вплотную. «Шевроле Круз» и «Лада Калина». Хозяева в последний момент успели оттащить свои машины подальше от огня. Она загорелась полностью. Мне больно где? Снутри загорелась. Хотя подъехавшим пожарным удалось сбить пламя довольно быстро, а КА сгорела полностью. Пьяный водитель стал причиной аварии недалеко от поселка Кадышево. Ночью на пустынной дороге столкнулись две иномарки. Водитель одной из них просто уснул за рулем. Из-за чего авария произошла? В моей душе. Выберешь, что ли, с этим? Да. Из-за руль сели? Да. Водитель «Шевроле Авео» не стал отрицать свою вину. Он честно признался, что на даче в гостях крепко выпил. После решил все-таки отправиться домой в город, но на полпути попал в аварию. Со стороны города ехал. Ну, по встречке он обходить начал, что ли. Резко, буквально метров за пять, за десять максимум передо мной на встречку вылетел. По предварительным данным, водитель «Шевроле» попросту уснул за рулем, и его автомобиль на всем ходу вылетел прямо в лоб опелю. Если бы не своевременная реакция водителя немецкой иномарки, могла произойти трагедия. Он на встречку выехал, я на обочине как мог срулил. Вон там следы даже есть уж в любом случае. Водитель «Опеля» как мог вывернул руль в сторону, но все же избежать столкновения не удалось. Удар получился покасательный. Водитель «Опеля» говорит, ему почему-то вообще не везет на дорогах. В ДТП он попадает очень часто, причем всегда по вине других участников. Поначалу парень думал, что все дело в его автомобиле, поэтому предыдущую машину он продал и купил «Опель Астра». На этой новенькой иномарке без аварии он проездил месяц. Задержаны еще три участника преступной группы, которая пыталась контролировать рынок междугородних пассажирских перевозок в Казани. По данным следствия, подозреваемые словно в лихие 90-е пытались обложить данью предпринимателей. Непокорных сразу избивали и крушили автобусы. Планом вымогателей помешали оперативники подразделений по борьбе с организованной преступностью. Члены группировки действовали довольно нагло, совершенно не опасаясь публичности. Средь белого дня на глазах у многочисленных свидетелей они требовали с предпринимателей 20% от выручки. Кто отказывался, жестоко избивали. Они подходили к нам с угрозами, что если мы не будем платить эти деньги, то нас будут избивать, нас будут колечить, будут жечь наши автобусы. Будут избивать наших родителей. Преступной группе удалось подмять под себя почти всех предпринимателей, которые занимались междугородними перевозками в Казани. Не платили лишь единицы. С непокорными ежедневно проводили профилактические беседы, которые для пострадавших заканчивались больничной койкой. Врачи у меня обнаружили сотрясение, гематома, перелом. Перелом, перелом, рёбер болит, почка у меня левая болела. Со временем аппетита группировки возросли, и они решили взять под контроль таксистов, которые базировались на привокзальной площади. Подходили молодые ребята, представлялись они Каспийскими. Это наша территория. Или же вы будете платить, подсовывали какие-то то, что вы договора. Или вы платите, или мы с вас, или машину покалечим, или вас покалечим. Одно из двух. Первые задержания начались в конце апреля. Злоумышленников ловили с поличным при передаче денег. Лишь после этого и другие перевозчики стали обращаться в полицию с заявлениями о вымогательствах. В настоящее время к уголовной ответственности привлекает 7 участников преступной группы. Но задержания на этом не закончены, и оперативные и следственные действия также на этом не закончены. Есть сведения еще о других лицах, входящих в данную преступную группу, в отношении которых также будут проводиться оперативные мероприятия, следственные действия. И при получении достаточных оснований будет проводиться их незадержание. Уже сейчас по уголовному делу потерпевшими признано 27 человек. Но оперативники уверены, в действительности их гораздо больше. Полицейский обращается ко всем, кто стал жертвой вымогателей, обращаться по указанному телефону. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении пенсионерки. Ее обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, пожилая женщина представлялась агентом федеральной целевой программы «Жилище». За определенную сумму она обещала желающим помочь попасть в эту программу. Более того, получить квартиры, минуя огромную очередь. В итоге обманным путем пенсионерке удалось заполучить 5,5 миллионов рублей. И хотя пожилая женщина вернула все деньги владельцам, против нее все равно возбудили уголовное дело. О том, что деньги потерпевшие сдавали ей, передавали, составлялись расписки. Квартиры предлагались как в городе Набережные и Челны, обещались вернее, как в городе Набережные и Челны, так в городе Казани и Зань. На улице Чистопольской выясняли отношения жильцы двух домов и группы коммерсантов. У каждой из сторон имелись документы о том, что земельный участок, где одни хотели посадить деревья, а другие возвести строение, принадлежит именно им. Дело дошло до выкорчевывания деревьев и вызова скорой помощи. Начало конфликта жители запечатлели на фотоаппарат. Сгоряча кое-кто хватался даже за шансовый инструмент, а коммерсанты выдирали только что посаженные деревья. А предводитель предпринимателей, по словам жильцов, разыграл целый спектакль. Он вырвал дерево и упал. Тут же все, они приехали тут, курултай, человек 10, и все начали вопить, что ой, человека ломом убили. Хотя вот бегают бабушки, у нас три лопатки и четыре ведра, что его ломом чуть не убили. Суть конфликта в том, что до недавнего времени участок земли относился к двум домам, и жители собирались обустроить тут сквер. Но недавно появились коммерсанты, собирающиеся построить здесь кафе, и показали удивленным жильцам совсем другие бумаги. Мы как будто бы сами добровольно отказываемся от бесстрочного пользования данной земли. Деревья посаженные начал вырывать, у людей выбирать лопаты, замахиваться лопатой, угрожать. И мне, и всем, мы с собой разберемся, мы там это все делаем, моя земля, и все такое. Полиции пришлось дважды за вечер разводить конфликтующие стороны, поскольку угрозы были нешуточными. А сейчас они стали нам угрожать, вы говорите, не за деревья беспокойтесь, а за свой дом, взорвем. В итоге теперь каждый распоряжается участком по-своему. Одни сажают деревья и собираются делать дорожки, поскольку тут нет даже придорожного тротуара, другие ставят заборы, чтобы никто пройти не мог. Закрыли у нас вот здесь переход, чтобы вообще никто ничего не ходил. И людям здесь ходить негде. То, что затеяли жильцы окрестных домов, дело безусловно благое. Их стараниями, зеленых насаждений на улице Чистопольское должно прибавиться. А то, что их не хватает, безусловный факт. Проехав по всей улице, мы обнаружили только одно вот это взрослое дерево. Оно здесь осталось еще с 80-х годов прошлого века. Если же участок земли все-таки отдадут под строительство, то оно так и рискует остаться единственным взрослым растением. В ситуации теперь будет разбираться прокуратура, куда обратились жильцы. До решения надзорного органа все работы на участке будут заморожены. Разыскивается Корсонов Сергей Лаврентьевич, 40-го года рождения, проживающий по адресу город Казань, переулок Дорожников, 8, квартир 1, который 1 июня ушел из дома и до настоящего времени, а его местонахождение ничего неизвестно. Просьба ко всем, кто может сообщить какую-либо информацию об этом человеке, звонить по указанным телефонам. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Субтитры создавал DimaTorzok